На площади Ленина начали установку главного катка города. Первыми на это обратили внимание пользователи социальных сетей, которые разместили фотографии монтажных работ на площади Ленина. Между тем, на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава региона Александр Гусев сообщил, что смягчать ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекций, пока не намерен. Установка началась почти сразу после того, как температура воздуха уверенно опустилась ниже нуля и поступило соответствующее распоряжение сверху. Уже готовы домики для переодевания, медпункты и помещения проката коньков, но выход на лед будет бесплатным. Каток разделят на две зоны, одна для детей, другая для взрослых. В прошлом году в это время было гораздо теплее, и каток открылся только 27 декабря, а вот коронавируса, наоборот, еще не было даже в Европе. Сегодня только в Воронежской области ежедневно официально заболевает более 300 человек. Правительством региона введены ограничительные меры, чтобы сократить вероятность передачи инфекции от человека к человеку. На фоне этого сооружение площадки для массовых гуляний на площади Ленина аккуратно под окнами областной администрации выглядит несколько странно и вызывающе. Нет, это небезопасно. Много кто болеет, и мне кажется, пока все не переболеют, это будет тяжело. Все закрывается, они только начинают все строить. Все музеи закрыли, а массовые мероприятия довольно-таки почему-то все это без дела стоит. Многие думают иначе. Потому что это здоровье. Потому что все равно мы все в масках. И что будет, того не избежать. Может быть, даже лучше, потому что мы все переболеем и забудем про эту болезнь. Кто боится, кто дома сидит. Спорт закаляет дух в первую очередь. Ну и спортивно-массовые люди приходят довольные, поэтому мне как видится в этом только положительные моменты. Тому, кому суждено утонуть, тот не изгорит. Поэтому, если думать об опасности, также можно вспомнить и про волков, которых в лесу бояться не стоит. Если себя настраивать положительно, то все будет хорошо. Но меры предосторожности необходимо принимать. Соответственно, повязки, мыть руки чаще, да и вообще умываться надо почаще. Как будет гарантирована безопасность на катке, непонятно. Установку объекта организовал департамент физкультуры и спорта. Сроки открытия пока неизвестны. В Роспотребнадзоре вопрос об открытии катка на площади Ленина будет решаться в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой. А между делом, управление направило запрос в прокуратуру по поводу техной вечеринки в Ивент-Холл, которая прогремела 14 ноября. Санитарные врачи, посетившие тусовку, заметили ряд нарушений. К слову, более чем в 20 воронежских заведениях нашли причины для штрафов, сообщили в прислужбе областного правительства со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Одно из самых популярных – не соблюдение правил проведения массовых мероприятий в пандемию коронавируса. Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал.